Сегодня я покажу тебе чит-код, который может взломать биткоин. Ты не поверишь, что он сейчас показывает. Хочешь знать, когда рыночный цикл подходит к своей вершине? Бум! Вот это пересечение на RCI вот здесь обозначило вершину рынка. Хочешь знать, когда медвежий рынок закончится и можно уже начинать покупать? Бум! Вот это пересечение на Traders Dynamic Index вот здесь обозначает момент, когда начинается диапазон накопления. То же самое было в 2016 году, 2019 и, наконец, 2023. Сочетание этих индикаторов Rank Correlation Index и Traders Dynamic Index и превращает тебя буквально в читера на этом рынке. И когда ты используешь их так, как я покажу тебе в этом видео, это может стать суперстратегией для заработка денег на достаточно большом таймфрейме, как минимум 3-4 года. Но прямо сейчас эта стратегия показывает кое-что, к чему ты должен быть готов в ближайшее время, а точнее в ближайшие 6 месяцев. Давай разберемся в этом всем сразу же после того, как ты поставишь лайк. Поставил? Большое спасибо за поддержку. Итак, здесь находится индекс Rank Correlation Index. Он отслеживает потенциальное изменение настроения на рынке, что выявляет поворотные моменты цены. Использовать его нужно вот с такими настройками. Второй индикатор – это динамический индекс трейдеров, который показывает не только направление тренда, но и его силу. Вот настройки, которые я хочу, чтобы ты использовал. Оба индекса мы применяем на месячном графике биткоина по отношению к доллару США. Эту настройку можно использовать для определения диапазонов цены, в которых рыночный цикл приближается к вершине бычьего рынка. Или наоборот, когда мы приближаемся к отметкам около дна. Также с помощью этой стратегии можно определять, когда начинается первая фаза бычьего рынка и вторая. Смотри, это динамический индекс трейдеров. И на нем мы можем увидеть ситуации, когда красная линия пересекает зеленую. Как только происходит успешное пересечение, после чего это все дело превращается в поддержку, начинается первая фаза бычьего рынка. Вторая фаза бычьего рынка не происходит до тех пор, пока на этом же индикаторе красная линия не пересечет оранжевую. Это отыгрывается абсолютно точно. Это пересечение говорит нам о том, что начинается первая фаза бычьего рынка. А вот это пересечение сигнализирует нам о том, что начинается вторая. И вот здесь это все становится очень интересным. Вторая фаза бычьего рынка началась именно здесь. Во второй фазе строится накопительная структура в диапазоне около вершины первой фазы. И мы видим, что биткоин совершает это движение снова и снова. Он повторяется. И если мы перейдем к следующему циклу, бум! Мы вошли в первую фазу вот здесь. И не переходили во вторую до тех пор, пока эта красная линия не пересекла оранжевую. Точно такое же движение, как и в предыдущем цикле. Вот здесь мы увидели пересечение с оранжевой линией. И дальше сам видишь. И опять же, биткоин делает одно и то же движение каждый цикл. И тот цикл, в котором мы находимся сейчас, не исключение. Красная линия пересеклась зеленой. Как только это произошло, мы вошли в первую фазу бычьего рынка. И это произошло приблизительно тогда, когда биткоин стоил около 16 тысяч долларов. Мы говорили об этом здесь, на этом канале, еще год назад. На самом деле, мы предупреждали об этом в прошлом году, когда все ведущие экономисты кричали, что 2023 год будет полной кровавой баней. Что ж, для экономики, инфляции и даже фондового рынка, 2023 год действительно оказался не очень. Но на крипторынке графики не дали соврать. 16 тысяч долларов и было дном. Мы говорили о том, что дно будет в диапазоне от 14 до 19 тысяч. Конечно, точное дно или точную вершину предсказать все равно, что к гадалке ходить. Но диапазоны предположить можно. Биткоин вырос в цене более чем в два раза с тех пор. Факты в графиках. Мужчины лгут, женщины лгут, а графики нет. И если ты новичок на этом канале, нажми на кнопку подписки. Ведь только на этом канале я рассказываю то, что мало кто хочет слышать. Я кричу о покупках тогда, когда рынок стагнирует полтора года, и все боятся покупать даже за 15 тысяч долларов. И я уверен, если бы биткоин упал до тех самых 10 и 8 тысяч долларов, никто бы не покупал его тоже. На самом деле, это видео должно быть незаконным. То, что я показываю тебе в нем, не должно быть открытой информацией. Итак, вторая фаза бычьего рынка – это пересечение красной линии с оранжевой. Здесь. То же самое в 2019-м. Было ли такое пересечение сегодня? Да, буквально только что. Но это еще не все, потому что в начале этого бычьего роста мы получили хороший урок, ведущий нас к двум правилам. Нам нужно, чтобы два правила исполнилось одновременно. Не только в этом цикле, но и во всех остальных тоже. Первое. Пересечение красной и оранжевой линий на Trader's Dynamic Index. Также, в то же время, нам нужно, чтобы эта красная линия была выше зеленой на первом индикаторе Rank Correlation Index. Почему? Потому что, когда мы видели подобное пересечение на Rank Correlation Index в прошлых циклах, это означало начало первой фазы бычьего рынка. И бычий рынок продолжался до тех пор, пока не случалось вот это пересечение красный и синий кривых вот здесь. Это пересечение указывало на достижение пика рынка. При этом, нужно отметить, что очень важно, что вот это пересечение здесь закончилось устойчивой поддержкой. Чего не случилось вот здесь. Пересечение было практически мгновенным. Вот почему эта первая фаза бычьего рынка тогда закончилась большим коррекционным движением, вплоть до теста предыдущего дна. Я понимаю всю эту эйфорию вокруг биткоина и даже эфириума, ведь BlackRock закупает все подряд и запускает кучу спотовых ETF. Но, как я говорил в этом видео, мы говорим языком графиков. И вот, что они говорят. Итак, 2023 год. Наш цикл. Первая фаза бычьего рынка началась вот этим пересечением, как и положено. Но оно было совсем недлительным и не было превращено в устойчивую поддержку. Таким образом, в нашей стратегии должно исполняться два правила сразу. Но на данный момент исполняется только одно. Для динамического индекса трейдеров. Но для индекса ранговой корреляции правило не выполняется. Это означает, что официально мы еще не перешли во вторую фазу бычьего рынка. Для перехода нам нужно выполнение двух правил одновременно. Но достигла ли цена биткоина своего пика? И на этот вопрос мы можем найти ответ. Именно здесь мы собираемся использовать это в своих интересах. Мы будем следить за этой красной линией. И чем дольше она будет находиться выше зеленой, тем более бычьими будут наши ожидания. И когда эта красная линия пересечет синюю линию, тогда тренд будет окончательно разворачиваться. К счастью для нас, эта синяя линия находится чертовски далеко внизу. Но когда мы начнем двигаться в этом цикле дальше, с каждым днем ты будешь видеть, как эта синяя линия начнет искривляться и подниматься вверх. И она может подняться куда-то сюда. И если эта красная линия продолжит идти вниз, пересечение может стать неизбежным. И именно это пересечение обозначит пик цены биткоина. Как еще это понять? На каждой вершине любого цикла все будут кричать, что мы пойдем гораздо, гораздо выше. Как это было в прошлый раз, когда биткоин вырос до 60-69 тысяч долларов. Многие люди купили тогда за 40, 50 и даже 60 тысяч долларов. И многие сделали это на чистых эмоциях, подсознательно. Ты можешь возразить, о, я не эмоционален. Но нет, это все эмоции. Вот почему многие купили здесь, подавляющее большинство купили здесь. И опять же, когда ты следуешь этим четким правилам, которые я сегодня озвучил, ты бы увидел, что эта красная линия пересекла синюю. Покупать больше нельзя. Вот это холодные жесткие факты на графике. И никаких эмоций. Ты просто действуешь под дисциплинированным правилом. И именно так ты становишься лучше, как трейдер или инвестор. Это то, что я собираюсь проповедовать, потому что, когда мы достигаем вершины любого цикла, вспомни, когда мы были вот на этой вершине, вот здесь, все кричали о 100 тысячах долларах. И я тоже думал, что мы достигнем этой отметки. Ведь это было бы крутым психологическим достижением. Впрочем, затем я отключил эмоции и посмотрел на график, после чего выложил то самое видео, в котором предупредил о наступающем медвежьем рынке. И я могу откровенно сказать, зачем все кричали про 100 тысяч долларов, миллион долларов и так далее. Потому что это дает клики, просмотры, подписчики льются рекой. Я тоже так делал, потому что, признаюсь, это очень приятно, когда твое видео за час смотрит 50 тысяч человек, сносит башню напрочь. Сегодня меня все это мало волнует. Меня волнует реальная помощь новичкам. Если бы меня волновали все эти деньги и все остальное, я бы делал здесь две платных рекламы в день. Твое видео собирает 30-40 тысяч просмотров? Прекрасно! Зарабатывай от 6 до 8 тысяч долларов в день за пиар какой-то дерьмовой монеты. Или какой-то очень странной платформы, которая через месяц умирает. Сколько можно было бы заработать за 6 лет? Я на ютубе с февраля 2018-го. Это и есть 6 лет. Или сколько там? Я отказался от миллионов долларов. Это же ненормально, кто-то скажет. Но не для меня. Что меня действительно мотивирует, это твои лайки и комментарии. Это мой телеграм-канал. Когда он растет, я просто в восторге. Подпишись на него по ссылке в описании. Там немного осталось до 10 тысяч подписчиков. Буду очень благодарен. Теперь посмотри на это. Это еще одно правило на бычьих рынках. Это индикатор P-Cycle Bottom со стандартными настройками. Если тело свечи на растущем рынке закрывалось ниже этой красной линии, что мы, кстати, и сделали вот здесь, то, как правило, исторически это говорило о том, что в ближайшие 6 месяцев после этого на биткоине будет большая и неожиданная для многих коррекция. Если мы возьмем эти 6 месяцев от той точки, когда мы закрылись ниже этой красной линии, то это приведет нас к марту 2024 года. Именно до этого момента можно ожидать большую неожиданную коррекцию, которая застанет всех врасплох. Но что очень важно отметить, не приведет к медвежьему рынку. Шансы на то, что эта коррекция приведет к медвежке, низкие. Это лишь будет, можно сказать, последняя возможность купить биткоин перед халвингом, который произойдет где-то в апреле 2024. Эта дата постоянно меняется, но плюс-минус в апреле. Именно поэтому для меня очень удивителен тот факт, что P-Cycle Bottom показывает вероятность коррекции вплоть до марта 2024. Что всего лишь за 2 недели до халвинга будет забавно увидеть большую коррекцию прямо перед ним. На этом все, меня зовут Богатейший Ди, и мы с тобой увидимся в новых видео. До скорого! Субтитры подогнал «Симон»!